Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Эти пушкинские строчки ну никак не подходят под памятные события 30-летней давности. Серии века назовут в наши дни 8 встреч между сборной Советского Союза и профессионалами НХЛ. Мероприятия по честному герою в тех дней прошли в Москве. Сначала ветеранов пригласил себе мэр Москвы Юрий Лужков, который с удовольствием вспоминает те дни. После этого турнира наши власти с удивлением обнаружили, что производительность труда повышенности Советского Союза выросла дополнительно на 5%. Серьезно, это как проигрыш. Я был директором предприятия, так? Как проигрыш, значит лучше не ходить в цеха, все в комиссии. И если победа, настроение у мужиков. Юрий Михайлович прекрасно помнит матчи той серии. Он не пропустил трансляции ни одного поединка по телевизору. Остались в памяти чувства, которые испытывали люди в нашей стране. Это высочайшее напряжение, которое мы, сидя у телевизоров, у экранов, испытывали во все матчи. Гордость за ребят. То, что мы видели 30 лет назад, является уникальным событием в истории хоккея. Уникальным событием. После торжественной и теплой встречи в мэрии, почти ветеранов-служники приехали министр спорта России Вячеслав Фетисов, президент Национального олимпийского комитета России Леонид Тягачев, рулевой мирового хоккей Рене Фазель и засланный казачок с русским именем Иван и канадской фамилией Курнайе, который уже не помнит, за какую сборную играл, поочередно облачившись и в ту и в другую форму. Но это шутка, конечно. Левый крайне ударный тройки канадцев прекрасно помнит мгновение тех лет. Мы не готовы были к первой игре и совсем не знали советскую команду. Подготовка была плохая. Первая игра нас разбудила. Не стареет душой ветераны, подумал с мне, когда на сцене появились герои той серии. Якушев, Третьяк, Михайлов, Кузькин, Рагулин. Да всех, к сожалению, не перечислишь. Богатыри, красавцы. Какие теплые слова произносили все, кто выходил в тот день на сцену. Олег Лещенко растрогал всех любимой песней про команду молодости нашей. Помнят и сами участники той серии свою команду вспоминают яркие моменты первой игры. Самый памятный момент – это первая пропущенная шайба до 30 секунды. И пропускал ее я. В смысле, не я, а своей первой пятеркой, которой мы начинали играть. В паре с Сашей Гусевым и лучшей тройкой Петрова Николаевна Горлова. Самый важный момент – это когда Женя забил, и когда мы сравняли счет. Мы осознали, что мы играем не хуже их. Потому что подоплека этих игр была очень напряженная, и мы справились с этим волнением. Счастья, здоровья, удачи вам, дорогие наши ветераны. Побольше ярких дней в жизни, таких, какие вы нам подарили 30 лет назад. Продолжение следует...